Совместную благотворительную акцию «Гимназия и Центр социального обслуживания населения» проводят уже седьмой год подряд. Она стала доброй традицией и с каждым разом количество желающих принять в ней участие растет. Мы предварительно запрашиваем списки находящихся в отделении к этому дню пожилых граждан и только потом уже формируется просьба на гимназию Росток. О том, что у нас находятся в отделениях граждане пожилого возраста, нуждающиеся в оказании помощи. Сейчас на попечении в отделениях сестринского ухода, виноградного, гостогаевского и первомайского сельских округов находится 55 пожилых граждан. Именно такое количество продуктовых наборов собрали гимназисты. Крупы, сахар, консервы, конфеты. Казалось бы, обычные продукты, но не обычная миссия. Ведь самое главное – это внимание, которого так часто не хватает пожилым и одиноким людям. Такая акция нужна, что она заставляет сердца юных людей тоже трепетать. Каждый год они готовят своими руками открытки. Эти открытки с теплыми словами мы вкладываем в каждый пакет. И вы знаете, как-то нам позвонила пожилая женщина после этого и сказала, Вы знаете, вот даже я не столько обрадовалась этому продуктовому набору, вот сколько я эту открытку повесила на самое видное место. Я ее перечитываю. Я вот каждый день смотрю, я чувствую, как тепло этой открытки идет в мою душу. И гимназисты, и их родители принимают участие в акции абсолютно добровольно. Несмотря на юный возраст, молодежь уже понимает, что как ты сам отнесешься к старости, так и в старости отнесутся и к тебе. Это очень важно, помогать вообще в принципе всем людям, особенно пожилым, потому что сейчас такая ситуация, что им сложнее самим за себя заботиться. И им очень приятно, и важна вообще наша забота. И я думаю, это очень им помогает, не только физически, но и морально. В завершение линейки руководство Анапского комплексного центра социального обслуживания населения вручило директору гимназии Ирине Пономаревой благодарность за поддержку и сотрудничество. Продуктовые наборы были тут же погружены в автомобиль, и уже к обеду сегодняшнего дня все нуждающиеся получили приятные подарки.